Всемирный банк приостановил финансовую поддержку Таджикистана. Антикитайские митинги в Бишкеке. США вывел Узбекистан из списка стран, вызывающих особую беспокоенность. Международные финансовые институты, в частности Всемирный банк и Азиатский банк развития, приостановили поддержку государственного бюджета Таджикистана. При рассмотрении закона о госбюджете предполагалось, что Таджикистан в 2018 году получит на поддержку госбюджета от международных финансовых институтов льготные кредиты и гранты в размере свыше 200 миллионов сомони. В новом докладе Всемирного банка об экономической ситуации в Таджикистане сообщается, что все партнеры по развитию отложили реализацию программ бюджетной поддержки до тех пор, пока правительство не достигнет соответствующей договоренности с Международным валютным фондом МВФ. Об этом сообщает Радио Зади. Напомним, что бюджет 2019 года был дефицитным. Об этом в своем выступлении сообщал министр финансов Файзиддин Кахорзода. Предельный объем дефицита составит около 391 миллиона сомони, 41,5 миллиона долларов или 0,5 процента ВВП, заявил министр. Наблюдатели отмечают, что львиная доля доходов бюджета приходится на налоговые и таможенные сборы, а также штрафы. В 2018 году дефицит поступлений покрывался за счет штрафов, взыскиваемых в ходе выездных проверок бизнеса. 17 января в Бишкеке на площади Алла-Тоо прошел митинг против китайской экспансии. На акцию протеста по разным оценкам вышли от 100 до 300 человек. Митингующие требовали от властей объявить мораторий на выдачу китайцам гражданства Кыргызстана, отслеживать живущих в Кыргызстане китайских нелегалов, установить квоту для получения виз китайскими гражданами и тому подобное. Это уже третий за последние два месяца митинг, связанный с антикитайскими настроениями. Так, 20 декабря прошел митинг напротив здания китайского посольства. Протестующие требовали от китайского правительства прекратить гонения в отношении мусульману Игуров. 7 января митингующие собрались на центральной площади Бишкека Алла-Тоо с требованиями от властей Кыргызстана в течение 30 дней выдворить из страны нелегально находящихся граждан Китая, а также создать комиссию для выяснения законности получения иностранными гражданами кыргызстанских паспортов. 9 января президент Суаронбай Женбеков во время встречи с жителями Сукулукского района Чуйской области выразил свою точку зрения на антикитайские настроения, пообещав наказать желающих испортить отношения с Пекином. Также он заступился за китайцев и отметил позитивные стороны взаимоотношения с Китаем. Примечательно, что за последние несколько месяцев в Кыргызстане наблюдается усиление антикитайских настроений. Население всерьез озабочено экономической экспансией Китая в стране и высказывает опасения, что придется расплачиваться за предоставляемые кредиты землей, как это уже было в соседнем Таджикистане, когда Архмон за долги передал Китаю 1500 квадратных километров земли. Также кыргызстанцы всерьез озабочены событиями, происходящими с братским уйгурским народом. 11 декабря государственный секретарь США Майкл Помпео своим решением официально вывел Узбекистан из списка стран, вызывающих особую обеспокоенность – CPC, в связи с нарушениями религиозных свобод. Об этом 12 декабря 2018 года сообщил портал «Газета УЗ». Данное решение стало вполне ожидаемым, ведь Узбекистан переживает исторический этап кардинальных реформ и преобразований, затрагивающих все аспекты жизни, говорится в сообщении посольства Узбекистана в Вашингтоне, распространенном МИДом. Однако ежегодный отчет HRW, опубликованный 17.01.2019, указывает на совсем обратное состояние дел. Приход Шавката Мерзиёева, занимавшего при Каримове пост премьер-министра, пока не привел к сколько-нибудь реальным улучшениям вопиющей ситуации с правами человека. За решеткой по политически мотивированным обвинениям остаются тысячи людей. Пытки являются системной проблемой уголовного судопроизводства. Гражданские активисты, оппозиционеры и журналисты по-прежнему подвергаются жестокому прессингу. Власти преследуют практикующих верующих, чья религиозная практика выходит за установленные государством жесткие рамки. Власти до сих пор отказываются обеспечивать правосудие по андижанским событиям 2005 года, когда правительственными силами были убиты сотни демонстрантов, говорится в докладе. Также в своем докладе от 20.11.2018 такие организации, как Международная Амнистия, Civil Rights Defenders, Международное Партнерство за права человека, IPHR, Human Rights Watch и Норвежский Хельсинский комитет выступили с требованием к узбекским властям прекратить преследование правозащитников. В последний месяц наблюдается усиление слежки со стороны органов госбезопасности и внутренних дел за правозащитниками, в том числе за недавно освобожденными из мест заключения, где они отбывали длительные сроки. Имеют место также запугивания в отношении тех, кто не скрывает своего намерения продолжать деятельность, говорится в докладе. Таким образом, мы видим, что ситуация в Узбекистане в целом остается неизменной, не считая нескольких отдельно взятых популистских шагов, предпринятых новым режимом в целях достижения народного доверия и любви для укрепления своей власти. Что же касается решения Государственного департамента США, то эксперты считают данный шаг теплым приглашением со стороны американцев в адрес Мерзияева для более тесного сотрудничества, что стало особенно актуально на фоне происходящего в данный момент сближения Узбекистана с Россией. ...сегодняшнего развития отношений, то хотел бы отметить, что Узбекистан наш надежный союзник и статистический партнер... ...после... ...после... Продолжение следует...